Чем тебе запомнился февраль месяц? Первое каникулами, второе каникулами и третье каникулами. Пока ты начинаешь адаптироваться к учебе, программа «В курсе» расскажет о главных событиях прошедшего месяца. Снимаем эфир. Вы когда-нибудь задумывались, что такое любовь? Любовь — это чувство, талант или мысли. Каждый решает для себя сам, а вот творческие коллективы «Эрту Мира» отвечают однозначно. Любовь — это искусство. Любовь — это смотреть не друг на друга, а вместе, в одном направлении. Именно день всех влюбленных эти слова приобретают особое значение. Тема любви не могла обойти стороной наш университет. 13 февраля все студенты «Эрту Мира» смогли насладиться концертом «Любовь — это искусство», организованным Центром культуры и творчества в честь Дня Святого Валентина. Способность дарить свои силы безвозмездно. Взаимопонимание. Взаимопонимание с любых сторон его проявления. Доверие. Такое название организаторами было придумано не случайно, ведь именно здесь зрители смогли не только увидеть интересные и фееричные номера, но и почувствовать душевные отношения артистов к искусству. Не бойтесь дарить свою любовь близким, будьте смелее, а главное — делайте это не только 14 февраля. Стало грустно после первого сюжета или у вас просто нет пары? Не беда, значит, еще не пришло время. Иван Чемис расскажет о том, как в нашем университете искали вторые половинки. С чего лучше всего начать новый семестр? С нового знакомства считают организаторы Дня Святого Валентина в «Рту Мираа». День всех влюбленных в нашем университете прошел очень масштабно. Вечером в малом концертном зале состоялось шоу «Любовь с первого взгляда», где каждый участник имел шанс найти свою любовь. Ведущие поочередно задавали вопросы парням и девушкам, чтобы те смогли лучше узнать друг друга. В конце шоу каждый из принимавших участие сделал свой выбор, который оказался обоюдным только в одном случае. Я пришел за новыми знакомствами, за эмоциями, потому что я был в прошлом году, и мне очень понравилось. Но, кажется, не было шоу для тех, кто ищет половинку. И как только я узнал, я, конечно же, пришел и поучаствовал, и не безуспешно. Очень теплый зал, они очень много поддерживали, аплодисменты, постоянный смех, поддержка, выкрики. Скажите, с какой вероятностью у вас будет успешная пара? Как вы сами оцениваете? Стопроцентно без вариантов. Взял женщину и приз, ухожу отсюда. Организаторы праздника не обошли стороной тех, кто уже нашел свою половинку. На протяжении восьми дней в Инстаграме проходила ожесточенная борьба между парами за попадание в финал, который состоялся в этот же вечер. Влюбленные проверяли, насколько хорошо они знают друг друга. Победители получили билеты в тематический парк «Остров мечты». А вам, дорогие зрители, я желаю любить и быть любимыми. Увидимся! Привет, зритель! А ты в курсе наших новых программ и новостей? Как видно по просмотрам? Нет. Поэтому подписывайся на нашу группу ВКонтакте и следи за аккаунтом в Инстаграме. И будь в курсе всех событий вместе с нами. Прошла неделя масленицы. Наш корреспондент Никита Морошкин увидел своими глазами, как празднуют масленицу. И посмотрел, как вы едите блины тоже. Смотрим сюжет. На дворе конец февраля. Это значит, что пора попрощаться с зимой и повстречаться с весной. Традиционно каждый год проходят масленичные гуляния. И наш университет не стал исключением. 25 февраля в трех кампусах на большом перерыве состоялись масленичные гуляния Иртумера. Все студенты смогли вдоволь отдохнуть, отведать блинов, выпить горячего чая и начать масленичную неделю. Самое крутое в масленице – это общий праздник, настроение общего праздненства. Все веселятся, кружатся, радуются. Ну и, конечно, блины. Это прям целый день, когда можно их есть, не знаю, сколько хочешь. И думать о том, что они содержат таких калорий, и ты не поправишься потом от них. Советую вам попробовать блинчик второй. А пока что до скорых встреч. Недавно профориентационный отряд Иртумера «Вектор» праздновал свой день рождения. Десять лет бойцы «Вектора» помогают абитуриентам выбрать именно наш университет и определиться в огромном количестве направлений. Три дня в университете проходили интерактивные выставки, проводились интеллектуальные игры, где все желающие смогли узнать про большую дружную команду отряда. 24 февраля состояли заключительные игры Кубка ректора по волейболу в рамках чемпионата АССК России. Студенты Иртумера не упустили возможности и окунулись в атмосферу события студенческого спортивного клуба «Альянс». 12 часов игры, 60 команд, но обладателями Кубка ректора стали только две. Мужская команда «Пупок» и команда «Девушек»… Я держался, извиню, я устаю ректора «Короли приема». Мужская команда «Пупок» и команда «Девушек» «Короли приема». 27 февраля в технопарке прошло совещание индустриальных партнеров. Кто сотрудничает с университетом, узнал наш корреспондент. Смотрим сюжет. Российский технологический университет уделяет значительное внимание профориентации школьников и предлагает для ребят огромное количество бесплатных возможностей. Не суждаю, что наша совместная эффективная работа будет способствовать дальнейшей подготовке лучших высоко квалифицированных кадров для нашей страны в интересах работодателей. 27 февраля в технопарке «Альтаир» представили новую модель подготовки кадров предприятиям индустриальных партнеров. В этот день в команду партнеров вошли химическая компания «Сдокимикал Кампани» и российская технологическая компания «Мэлру Групп». Обучение школьников в рамках предложенной модели будет осуществляться в технопарке, который был открыт на базе университета в августе 2019 года при поддержке правительства Москвы. А сейчас мы узнаем о главных событиях предстоящего месяца у председателя Студенческого союза мира Скоропопова Леонида. Расскажи о главных событиях, которые пройдут в марте в нашем университете. Самое главное событие – это открытый диалог с ректором. Он пройдет 18 марта, и любой студент может задать интересующий его вопрос ректору, либо заполнив заявку на сайте, либо, соответственно, лично на встрече. Дни открытых дверей. Когда они будут проходить и какие дни? Каждое воскресенье у нас будут проходить дни открытых дверей поинститутно. Соответственно, первым у нас откроет институт ИТ. 1 марта состоится день открытых дверей. Соответственно, следующий день открытых дверей – это институты кибернетики и КБСП 15 марта. Потом день открытых дверей будет 22 марта в институте Интегу и ИТХТ. Будут задействованы сразу три площадки нашего университета. И, соответственно, 29 марта – день открытых дверей в институте ПТИ и РТС. Расскажи, какие внеучебные мероприятия пройдут в нашем университете для студентов? Соответственно, уже в самом начале марта, 3 и 17 марта пройдет клуб настольных игр. И если мы говорим про интеллектуальные игры, то, соответственно, 12 марта пройдет соревнование по ворошиловскому стрелку. 16 по 27 марта пройдет весенний апгрейд – это серия мероприятий, направленных на интеллектуальное развитие наших студентов. И 24 марта в институте тонких химических технологий пройдет Science Slam. Это научно-популярное мероприятие для студентов про химические технологии и химию в целом. Ну и еще одно мероприятие – это турнир ПЧГК. Пройдет он 24 марта по традиции в читальном зале тонких химических технологий. Чему могут научиться студенты в марте? Может, какие-нибудь пройдут образовательные курсы? Да, в марте у нас стартует школа вожатых «Атмосфера и априори». Открытие пройдет 29 февраля и 1 марта, но, соответственно, занятия будут идти на протяжении всего марта и апреля. Также в марте стартует школа ведущих «Звука и света», где любой студент может научиться правильно вести наши мероприятия в стенах университета, и получить звание ведущего, скажем так, а также научиться звукорежиссере, звукотехнике, и, соответственно, правильно настраивать свет, чтобы во время мероприятий в стенах университета все смотрелось достаточно гармонично и красиво. И уже непосредственно посмотреть на действия, как работают некоторые представители, да, выпускники школы ведущих «Звука и света», можно будет на мероприятии достаточно танцевальном флешмобе, можно сказать, таком большом танцевальном флешмобе, это «Стартин». Пройдет 26 марта, там будет собрана команда студентов, которые сначала готовят домашнее задание, небольшой танец, и потом на протяжении нескольких часов в спортивном зале на «Страмынке» они будут танцевать, и, соответственно, будем выбирать лучшую команду, которая лучше всех танцует. Март обещает быть насыщенным, поэтому не упускайте возможности, участвуйте во всех мероприятиях. Все, снято все. Пойдемте есть глядей. Ммм, обожаю глядей. Пахнет маслянице, друзья мои. Запахло весной, метелем отбой, знакомой тропой, вернусь я домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова